Сейчас тут на дорогах пробки. Из-за того, что сегодня второй день праздника, День независимости Мексики, придется воспользоваться метро. Это визовый центр посольства США здесь, в Мексике. Народ стоит, большая очередь, Люди получают визы и с визами едут уже в Америку работать, ну или там жить. Так все это выглядит. Такое незамысловатое здание в районе Паланка. А мы, кстати, сейчас идем к юристу, ко второму адвокату, с которым пообщаемся по поводу въезда. У нас есть новости по первому варианту. Сейчас после встречи со вторым я озвучу, какая тут вообще обстановка, связанная с въездом и помощью адвокатов здесь, в Мексике. Так все это выглядит. И здесь люди, счастливчики, которые получили американскую визу, стоят в очереди. У нас, кстати, был опыт подачи на американскую визу здесь, в Мексике. Парень приехал, он был из Казахстана. Была идея попробовать, насколько здесь дают или не дают американские визы. Ну, так же, как и везде. Если у вас нет официального статуса, то визу получить в чужой стране достаточно сложно. Но если мы не говорим про Индонезию, про страны Юго-Восточной Азии... Вот, то есть парень тогда получил отказ, и мы его провожали на границу. За короткое время мы нашли две юридические компании, которые согласились нам помочь, чтобы граждане Средней Азии с паспортами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана въезжали в аэропорт Мехико-Сити, адвокат-юрист подключается, когда вас арестовали, когда вас не хотят пускать в страну и готовят к возврату домой. Главное условие у первого адвоката – это наличие мексиканской визы. То есть, если у вас есть мексиканская виза, можно спокойно использовать юридическую помощь. Если нет, то тогда мы подключаем второй вариант. По второму варианту ждем ответы, пообщались. Еще будет несколько встреч, но это уже будет делать Карлс без меня, потому что сегодня я уже лечу в Камкун и дальше в Мусе. Итак, друзья, нашли варианты. Вариантов достаточно много. Аэропорт Мехико-Сити – это второе место, куда можно прилететь из стран СНГ. Ну, естественно, через Москву. Месяцев шесть назад я делал видео, связанные со статусом фонфара здесь в Мексике. и въезда, имея эту бумагу, до вашего прилета в аэропорт. Это все работает, я забираю свои слова обратно. Сегодня мы пообщались с несколькими фирмами. Здесь вы в Мексике, ждите новое видео. Я расскажу, как это все применяется. Спасибо, пока. Сейчас я улетаю обратно в Канкун. Буду в Канкун. Хотелось бы еще раз ездить с Карлосом в Косумель. Там тоже нашлись еще варианты. Попросили приехать, пообщаться. Так что возвращаюсь в Канкун. После прилетит Карлос. Это наш интерджетский самолет. В Мексике билеты очень сильно подорожали. Интерджет сейчас делает акции скидки 30-70%. Так, увидимся в Канкун. Мексика-сити погода не зарадовала. Мы нахожли на все это время. К сожалению. Надеюсь, в Канкун будет тонко. Продолжение следует.